Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые пациенты. Сегодня мы немного поговорим про недержание и неудержание мочи. С этим сталкиваются как пациенты нашего онкологического профиля, так и пациенты, не перенесшие какие-либо оперативные вмешательства по урологии или гинекологии, имеющие проблемы с подтеканием мочи, с недержанием и неудержанием. Поэтому сегодня мы попытаемся понять причину и метод этапа ее решения. Начнем с того, что урология – это область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику заболеваний мочеполовой системы и мужской половой системы, заболевания надпочечников и так далее. А гинекология – это область медицины, изучающая заболевания, характерные в основном только для женского организма, женской репродуктивной системы и так далее. Но, да, есть такая область медицины, называется урогинекология. Про нее мало где можно было там прочитать, услышать. И надо понять, что урогинекология – это наука о заболеваниях, относящаяся к области и к урологии, и к гинекологии. Она мало освещена, поэтому вот именно урогинекология занимается, в частности, недержанием мочи у женщин. Но поскольку проблемы с недержанием мочи больше в степени страдают именно женщины, первая часть, я больше уделю внимание именно женщинам с этой вот всеми проблемой. Женская урология включает лечение, диагностику воспаления нижних мочевых путей, аномалий развития различных типов недержания мочи у женщин, и трогенных повреждений мочевых пузырей, то есть это мы говорим про состояние после оперативных вмешательств, когда пациентка не может удержать мочу, и трогенных свечей различной коэлизации. Надо понять, что по данным статистике в России страдает около 40% женщин от 35 лет недержанием мочи. Это очень большая цифра. Это больше, чем Паркинсон, бронхиальная астма, эпилепсия, сошназбит вместе взятых. За помощью обращается не более 4% женщин. То есть мы говорим о том, что женщины по-разному относятся к этой проблеме, в основном они не обращаются за помощью. Они считают, что это возрастные изменения, что это было у бабушки, это было у мамы, это у меня, это абсолютно нормальная проблема, и вот все ходили с памперсами и прокладками, и, собственно говоря, я также и буду ходить и жить, как и все. Но это не так. Это проблема, которая требует определенного внимания, и эту проблему можно решать и решить. Если мы сделаем акцент на большие международные исследования, сейчас на американские, после 45 лет, в одном из американских исследований, после 45 лет недержанием мочи в той или иной степени страдает каждая вторая женщина, то есть это 50%. Есть организация, называется ICCS, это Международное общество по диагностике и лечению недержания мочи. Они классифицируют недержание мочи по следующим позициям. То есть это ургентное недержание мочи, то есть это непроизвольное подтекание мочи вследствие неожиданного резкого позыва. То есть вы можете отмечать позыв и не можете его держать. То есть, грубо говоря, пациенты это описывают, как у меня есть короткий период времени, когда мне надо дойти до туалета, иначе моча потечет. Стрессовое недержание мочи или недержание мочи напряжения, это непроизвольная отсечка мочи, вызвана кашлем, чиханием, поднятием тяжести, либо напряжением живота. То есть, опять же, это многие отмечают, что чихнула, капнула, подкашляла, подняла пакеты, донесла и так далее. Следовательно, это очень у многих, и в основном проводится прокладками, считают, опять же, это какой-то нормой. Смешанная инконтиненция – это непроизвольная утечка мочи, обусловленная также необязательными позывами к чиханию, кашле или при физических напряжениях. И НУРС – это непроизвольная потеря мочи в дневное время, вызвана любыми другими обстоятельствами. Давайте разберемся немного с каждым из процессов, из классификации. Стрессовое недержание мочи – это наиболее распространенная форма недержания мочи, наиболее распространенная форма заболевания. Недостаточности сфинктеров мочевого пузыря, мочеспускательного канала вызваны опущением, то есть пролапсом мышц малого таза. Это физиологический процесс, когда с возраста мышцы ослабевают, они становятся слабше, органы малого таза, органы брюшной полосы начинают давить на мочевой пузырь, мочевой пузырь проседает книзу. Физиологический уретро, то есть это мочеспускательный канал, у нас находится под таким углом, чтобы сфинктер мог его держать, и подтекания как такового не было. Но в связи с тем, что на мочевой пузырь происходит определенное давление, мочевой пузырь опускается, уретра принимает более прямое положение, вплоть до 90 градусов, и тем самым сфинктер не сможет справиться с поставленной на него задачей именно удержать мочу. Тем самым происходит подтекание мочи. Второй – это инконтиненция, то есть это вот также один из типов подтекания мочевого пузыря. То есть разновидность недержания мочи связана с отсутствием функции вообще удержания. Надо понять, что есть два понятия – удержание и недержание мочи. То есть неудержание и недержание. Неудержание – это в большинстве случаев описывается состояние, когда пациент не может удержать. То есть он чувствует позыв, он может подержать, сжаться, потерпеть, как-то принять какое-то положение, вследствие которого можно удержать, но при этом все равно произойдет какое-то подкапывание или так далее произойдет подтекание мочи. Недержание – это неконтролируемый процесс, вследствие которого пациент редко может в принципе удержать мочу, и тем самым это постоянный отток мочи из мочевого пузыря практически бесконтрольно. Вот континенция, разновидность, то есть связана с отсутствием функции удержания мочи, в том числе стрессовая, про что я чуть раньше говорил. Разновидность недержания мочи, возникающая из-за недостаточности контроля над мочеиспусканием, происходит благодаря нарушениям координации между центральной нейросистемой и детрузором мочевого пузыря. То есть, опять же, это физиологический процесс, когда нарушение мочеиспускания происходит из-за отсутствия достаточного сигнала для удержания мочи, либо наоборот акта мочеиспускания. Такие проблемы зачастую бывают у пациентов после оперативных вмешательств по гинекологии, то есть когда есть проблемы с онкологией матки, проводимые, или также лучевая терапия. При операциях, к сожалению, когда удаляется матка, тем самым пересекают нервы, потому что иначе не будет достаточного объема операций и высокий риск рецидива. И тем самым большинство нервов, которые идут к матке, они также идут и к мочевому пузырю. Поэтому пациент отмечает либо неодержание, либо другое состояние – атония. Атония – это когда пациент не чувствует позыв в принципе. Да, он не понимает, когда ему надо сходить в туалет. И один из выходов – это самокатетеризация. Когда пациенту объясняет, что надо через мочеиспускательный канал вставлять тонкий катетер и выпускать мочу по часам, либо по мере наполнения по данному УЗИ, пока пациент находится в стационаре, условно говоря. Но все остальное уходит по часам, то есть самостоятельно. Это выражено снижение уровня жизни. То есть это каждые 3-4 часа пациент, пациентка должна дойти до туалета, выпустить мочу и, собственно говоря, идти дальше. Это почему? Потому что те нервы, которые были повреждены либо хирургическим путем, либо методом лучевой терапии, они больше не функционируют. А другие нервы, которые идут к мочевому пузырю, они всю жизнь не занимались этой функцией. Они не отвечали за сокращение мочевого пузыря, либо удержание. Поэтому, опять же, разновидность инконтиненции – это нарушение координации между центральным нервным системой, то есть головным мозгом и мочевым пузырем. И то есть, опять же, задача наша как урологов является заставить те нервы, которые всю жизнь не отвечали за эту функцию, чтобы они начали работать в нужном нам направлении и выполняли ту функцию нервов, которая была утрачена. Также разновидность надержания мочи вызвана синдромом сверхнаполнения, имеющая место нарушение оттока мочи из мочевого пузыря, либо привлеча детрузора. Ну, это тоже самая проблема нервов. Появление инконтиненции, как такая, возможно, по целому ряду причин. Это подтекание при напряжении, может вызвать из-за патологии подвижности шейки мочевого пузыря уретры, невозможность контроля мочевого пузыря из-за нерегулярного и позыва к мочеиспусканию, врожденное ложное надержание. То есть здесь перечислены те проблемы, из-за которых происходит это проблема. Мы не говорим конкретно про то, что этой проблемой страдают исключительно женщины после оперативных вмешательств, хирургических, лучевых и так далее. Нет, в большинстве своих случаев этой проблемы страдают женщины без какой-либо хирургической патологии и не переносишься в большинстве своих случаев. Но поэтому мы сейчас так более широко охватываем всю эту проблему. То есть появление инконтиненции возможно по разному роду причин. Хирургические, нейрогенные проблемы, врожденные патологии, ослабевание мышц, опущение и так далее. Инконтиненция имеет ряд клинических признаков, таких как гиперактивный мочевой пузырь. То есть зачастую пациенты из-за того, что моча постоянно подтекает, мочевой пузырь пытается настроиться и понять, почему так происходит. Нервы начинают активно сокращать, думая о том, что мочевой пузырь хочет постоянно писать, то есть есть моча. Появляется гиперактивность мочевого пузыря. Вы чувствуете постоянный позыв, позывы каждые 30 минут. При этом, когда вы идете в туалет, вы отмечаете либо отсутствие мочи, либо несколько капель. И это учащенность. Ургентный тип заболевания – это утечка мочи из-за внезапно резкого позыва к мочеиспусканию. Идиопатические – это изменение сфинктера мочевого пузыря. Нейрогенные – это повреждение нервов. И когда нет сообщения центральной нервной системы и функции сокращения мочевого пузыря, это бывает как хирургически, так же и связано с иной патологией. Например, болезнь Паркинсона, когда идет полное нарушение неврологии, и опять же пациенты зачастую с этим сталкиваются. Ну и смешанный тип инконтиненции – это тип смешанной, то есть стрессовой и ургентной формы. Здесь я привел факторы, провоцирующие недержание мочи. Если мы говорим про, опять же, обычных пациентов без хирургического участия, это сложные роды, крупный плод, неоднократные роды, далее облучение органов малого таза, повреждение нервной структуры мышц малого таза, хирургические изменения органов малого таза, но это вот про то, что мы говорили. Факторы, предрасполагающие к развитию подтекания мочи – это врожденные особенности, патологии, изменения нервной системы, нарушения анатомического характера и условия организации рабочего процесса. К сожалению, есть такие пациенты, которые всю жизнь, например, работают с 9 до 18 часов, и, например, у них есть обеденный перерыв в 30 минут, в который они могут сходить в туалет. То есть у них получается окночное спускание утро, обед и вечером перед сном. Опять же, потом с возрастом появляются такие причины, как, например, недостаточное поражение мочевого пузыря. Мочевой пузырь, привыкший к такому уровню, условно говоря, жизни, потом испытывает определенного рода проблемы. И факторы, также способствующие развитию инконсиненции, является период прекращения менструации, то есть гормональный фон, когда уходит, мышцы также ослабевают и происходит давление на мочевой пузырь и подтекание мочи. Диеты, излишний вес, инфекции, передающие полным путем, ну и различные медикаментозные препараты. Чтобы дифференцировать, то есть различить гиперактивный мочевой пузырь и стрессовое недержание мочи, вот я тут привел небольшую таблицу, в которой можете отметить, что при гиперактивном мочевом пузыре позывы чаще, чем 8, примерно 8 и более раз за сутки, что этого нет при стрессовом надержании мочи. И императивные позывы – это позыв, превалирующий над пониманием ситуации. То есть позыв, и вы понимаете, что у вас есть условно 5 минут, иначе случится беда. Периодические прерывания ночного сна на позывы к мочеиспусканию, способность вовремя посетить туалет после позыва и недержание мочи при физической нагрузке, либо при кашле и чихании. То есть при помощи этой таблицы можно дифференцировать 2 этих проблемы. Если мы говорим про онкологию и лечение онкологических заболеваний у женщины, а именно зачастую это рак шейки матки, рак матки, рак яичников после оперативного лечения, то после операции, в частности операции Эргема, мы сталкиваемся со стрессовым надержанием мочи, а после лучевой терапии мы зачастую сталкиваемся со смешанной инконтиненцией, то есть когда проблема нервов. Дальше мы перейдем к мужчинам, которые тоже испытывают такие проблемы. То есть зачастую у мужчин проблема иная. Наоборот, с возрастом у мужчин происходит нарушение оттока мочи. То есть они отмечают учащенное мочеиспускание, слабый напор струи, ощущение того, что пописали, но не до конца. Это связано с физиологическим увеличением предстательной железы, то есть аденомы предстательной железы. Аденомы предстательной железы – это доброкачественные заболевания, вследствие того, что с возрастом у мужчин снижается тестостерон, увеличиваются женские гормоны, предстательная железа увеличивается в размере, и тем самым она нарушает отток мочи. Предстательная железа вообще является, вполне две функции. Первая – это выработка секрета предстательной железы, которая потом входит в состав спермы. Она активирует сперматозоиды для процесса облодотворения. И вторая – это сфинктер мочевого пузыря. То есть когда мы говорим про аденому, когда она увеличивается до приличных размеров, и пациент отмечает затрудненное мочеиспускание, это можно сравнить с культуристами, которые накачивают себе мышцы, например, рук. Когда мышца становится крупной, большой, увеличенной в несколько раз размеров, ей намного тяжелее выполнять быстрые движения, нежели у человека обычной физиологической структуры. Поэтому то же самое. Предстательная железа увеличилась в проблеме с мочеиспусканием. Если мы говорим про недержание и неудержание мочи у мужчин, это состояние бывает только после оперативного лечения, после операции, либо при аденоме предстательной железы, когда выполняется трансферутеральная резекция, то есть удаляется увеличенная ткань, это бывает реже, либо после простатоктомии, то есть онкологическое заболевание предстательной железы, когда полностью выполняется удаление предстательной железы, у мочевого пузыря нету сфинктера, то есть единственный сфинктер остается, это сама шейка мочевого пузыря, которая опять же в течение всей жизни, она занималась удержанием мочи, но не на столь должном уровне, потому что она знала, что есть предстательная железа, которая ей будет помогать, а здесь предстательной железы нет, происходит недержание и неудержание мочи. То есть, грубо говоря, образуется полость под мочевым пузырем, и тем самым мочая течет неконтролируемо. То есть, если мы говорим про мужчин, чаще всего в этой ситуации мочеспускание неконтролируемое. То есть, нет возможности практически удержать мочу. Далее, если мы говорим вообще про подтекание, чтобы для себя понять, какой степени подтекания у вас. Вот есть международная классификация подтекания мочи, состоящая из пяти стадий. Первая стадия – это капельная, то есть, подтекание не более 50 мл в сутки. То есть, это намерится путем прокладки. То есть, есть прокладка, которая, условно говоря, может вместить 50-60 мл. Если к концу дня с утра вы одели чистую, а к концу дня она полная, это говорит о первой стадии. Если же в течение дня вы меняете прокладок больше, либо вы используете прокладки, которые вмещают более количество жидкости, ну, следовательно, мы переходим ко следующим стадиям. Это вторая стадия – это подтекание 50-100, третья стадия – 100-200, третья стадия – 300-400, четвертая стадия – это 300-400, и пятая стадия – это самая тяжелая, когда подтекает 300 и более мл мочи неконтролируемо. Какие методы лечения возможны в данных сложивших ситуаций? Первый – это то же самое, что используется и в хирургии, это метод биологической обратной связи, БОС-терапия. Это комплекс предстор, в ходе которых человеку организуется обратная связь, то есть, организованная преимущественно с микропроцессами или компьютерной техникой, представляет собой информацию о состоянии изменения тех или иных собственных физиологических процессов. То есть, во время этой операции задача, если мы говорим с точки зрения урологии, натренировать мышцы, боковые мышцы, идущие по бокам от мочевого пузыря, настолько, чтобы они помогали мочевому пузырю удерживать мочу. То есть, если у мужчин нет предстательной железы, то мышцы должны поддерживать шейку мочевого пузыря, тем самым ее удерживать. Раз, у женщин, когда выполнено оперативное лечение по удалению матки, либо шейки матки, яичников, мы опять же должны тренировать мышцы таким образом, чтобы мочевой пузырь эти мышцы держали. Если мы говорим про неоперативных пациентов, то есть, которых не оперировались, и в том числе, это говорит о слабости мышц. То есть, происходит слабость мышц вследствие возрастных изменений. Опять же, мы должны натренировать мышцы таким образом, чтобы было удержание мочи. Второй метод – это метод тибиальной стимуляции, про который вам также рассказывали. Этот метод мы в основном используем пациентам, у которых неврологическая патология, либо в большинстве случаев это с атонии мочевого пузыря, когда пациент не чувствует наполнения и самокатетризируется. Чтобы максимально убрать от пациента самокатетризацию, чтобы он самостоятельно чувствовал позыв и самостоятельно мочился, мы используем это метод. То есть, мы заставляем нервы выполнять функцию, которую, возможно, когда они никогда не выполняли, но они должны ее выполнять, функцию сокращения мочевого пузыря. Тогда пациенты отмечают чувство наполнения пузыря, чувство, когда им хочется в туалет, и они идут в туалет, и происходит мочесопускание. Стимуляция бывает тибиальная и сакральная, то есть, мы в ходе этих процедур крепим электроды к ногам. То есть, есть тибиальный нерв, он уходит в ногу, он выходит из позвоночника, из 2-3 или 3-4 позвонка поясничных. Дальше он раздваивается. Одна веточка идет к мочевому пузырю, вторая идет к ноге. И вот наша задача импульс создать таким образом, чтобы от ноги импульс вернулся в позвоночник и эридировал, то есть, отдался в мочевой пузырь. Тем самым, мы заставляем эти нервы работать. Сакральная стимуляция, это мы крепим те же самые электроды непосредственно к позвонкам и к передней брюшной стенке, чтобы создавалось именно непосредственно прямое влияние нервов на мочевой пузырь. Третий метод, вообще существующий в мире и в России, это лазеротерапия. Это лазерное излучение длиной от 350 микрометров до 1940 нанометров, которое генерирует двумя возможными типами лучей. Это R-бивые лучи и СО2-лучи. Этот метод используется больше в косметологии. Путем этого метода лазерный луч, мы видим, он нагревает воду, и тем самым мы получаем толщину мышцы. То есть, мышца увеличивается в своем объеме. Когда мышца увеличивается в своем объеме, она также поднимает матку кверху, и она перестает давить на мочевой пузырь, и подтекание мочи уходит. Если мы говорим про то состояние, когда пациентам не помогло ни один из представленных методов, ни бостерапия, ни тибиальностимуляция, никакие надо, тогда необходимо выполнять оперативное лечение сетчатым материалом. Это операции ТВТ или ТВТО, это когда сквозь таз прозевается сетка, она подводится под шейку мочевого пузыря, подтягивается кверху, тем самым шейка мочевого пузыря поднимается кверху, и пациент избавляется от проблемы недержания мочи. Этот метод рекомендовано использовать в самую последнюю очередь. Почему? Большое количество осложнений имеется место быть при этих операциях. Не дотянуть сетку, проблема не уходит. Перетянуть сетку, мы получаем проблему, что пациент не может попить, ему надо давить, давить на низ живота для того, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Это происходит потому, что данный метод, условно говоря, выполняется вслепую, потому что мы подводим сетку, а дальше мы смотрим, как пациент мочится в течение времени нахождения после операции. Немного скажу, какие результаты мы получили за время лечения у нас в Институте онкологии Петрова. То есть к нам обратилось 51... Мы привлечили 51 пациента, это 31... Да, правильно, 31 женщина и 18 мужчин. Мы провели 30 процедур тибиальной стимуляции и 21 процедуру БОС-терапии. С недержания мочи к нам обратилось 33 пациента. С атонимы чего пузыря обратилось 16 пациентов. На этом графике я показал приблизительно, к какой степени недержания, неудержания мочи обращались к нам пациентам. То есть мы видим, что у пациентов с 4 стадии приличное количество. То есть это четверть, если не больше. По итогам, да, вот я как же сказала, была проведена 51 процедура, 30-ти педная стимуляция, 21 БОС-терапия. Они полное улучшение или выраженное улучшение отметили 38 пациентов. Это довольно-таки хороший результат, с учетом того, что это пациенты из 3-4 стадии отметили выраженное улучшение. Либо полностью контроль мочеспускания, либо если они использовали раньше памперс, то на данный момент они используют одну прокладку в сутки. Если мы говорим про атонию мочевого пузыря, то есть когда пациент не испытывал ощущение наполнения мочевого пузыря, то после нашего лечения пациенты отмечали, что они чувствуют позыв, они полностью мочатся. В большинстве случаев они полностью отошли от самокатеризации, либо самокатеризация оставалась один, максимум два раза в сутки. 10 пациентов отметили положительную динамику, но не дали ожидаемого результата, а именно полного становления функции мочеспускания. Наверное, в большей степени это моя внутренняя неудовлетворенность с самим процессом, потому что, естественно, мы стремимся всегда максимально полностью вылечить пациента. Но когда пациенту остается какой-то не до конца удовлетворенность, то есть не до конца пациент может опорожнить мочевый пузырь, либо есть подтекание, но все равно это у нас положительная динамика. Итого мы видим 48 пациентов, с 51 мы получили хороший результат. У двух пациентов мы не получили вообще результат, о чем я и говорил, что у них была проведена и бостерапия, и тибиальная стимуляция. Два пациента не ответили ни на один, ни на второй тип лечения, они перешли к оперативному лечению. И у одного пациента выявлено распространение, то есть во время лечения пациент продолжал отмечать проблемы с тем, что он не может полностью опорожнить мочевого пузыря. Мы провели дополнительное обследование, выявили прогрессирование онкологического заболевания, то есть выявилась опухоль в уретре, и следственное лечение было прекращено. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание.